То есть, это твои вопросы, да? Да, я могу всех поприветствовать, да? Да, кто не знает Олега Карсена, мы находимся сегодня в архитектурном бюро Олега Карсена в Москве, в поселке Художников. Как у меня канал называется в ютубе? Я сам себе представлю. Давай, все, короче. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в гостях у клиники доктор Хаус. Сергей, мой друг Сергей Петрушев, он тут здорово все рассказывал про дома. Вот, и я его постоянно слушаю. Конечно, у него фантастический контент. Учусь у него, у своего юного друга. Вот, и много от него чего узнал. Лезть меньшее оружие. Да, самая лучшая форма лезтья – это грубая лезть. Это, я говорю, совершенно правда. И всем вам советую просто слушать это и наматывать себе на уц. То, что, конечно, чудовищные вещи происходят, то, что мне приносят в нашу клинику, это, конечно, удивительные проекты, удивительные. Ну, в общем, бреда столько, что, ну, тем не менее, мы пытаемся дома вылечить. То, что здесь ошибок миллион. Начиная с выбора. Ну, давай, задавай вопросы, наверное, все будет. Я могу, конечно, и сам трепаться так же, как и ты долго. Ну, давай, давай ты. Давай сделаем следующим образом. Так как у нас сегодня праздник, особо там никто никуда не спешит. Это не призыв к тому, чтобы никуда не расходиться. Потому, что Олег живет недалеко, а мне еще ехать за городом. Можешь у меня заночевать. Да, я знаю, что у тебя там с винодельницей, где вы построили. Я сейчас принесу, подожди. Ладно, хорошо. Смысл в том, что на отвлеченные темы вы сможете, я думаю, немножко пообщаться с Олегом, ну, после окончания основной части вот этой вот секции нашей. То есть у нас сегодня тема проект частного жилого дома. И давай по порядку просто пойдем. Основу правильной архитектуры. Извини, неправильная постановка вопроса. Основа правильной архитектуры. Начинается с выбора участка. То есть где все прокалываются, это вот покупает участок совершенно с безумной ориентацией. Там, ну вот, я могу там все это рассказывать и показывать. Ну, классика жанра, там, вот покупается участок, там, и север здесь, да, все, дорога здесь. То есть, получается, дом мы можем посадить, чтобы там было какое-то солнце, да, ну, дорога, да. Нам нужно сажать там, в лучшем случае, посередине участка, да. Вот, это все получается участок в тени. Вот, и идти долгой, длинной дорогой к дому. Машина здесь при въезде. И каждую зиму чистить эти дорожки. То есть вот это наихудший вариант. Но, тем менее, мы можем это, ну, любую ситуацию обыграть. Но, опять же, старайтесь покупать участки, где вот север все-таки внизу. Вот, там, или вот здесь, там, или здесь. Чтобы дом можно было там посадить на участки. Вот так. Ну, вот я рисую сейчас, вот схема такая, вот дом. И дом, она все-таки раскрыт на солнечную сторону, да. Вот, а на север, там, все эти входные группы у нас будут. Санузлы, кладовые, там. То есть это, самый первый вопрос, это вот грамотный выбор участка. Ну, вот, я правильно начал, да? То есть с участка надо начинать. Второй вопрос, это главнейшая тема, это, конечно, адекватность заказчика. Заказчика. Опять же, у меня был такой совершенно потрясающий случай. Ну, мне на почту приходят письма, комментарии к каждому нашему фильму. И заказчик, который там нравится наш канал, прислал свой проект. Говорит, вот я долгими зимними вечерами сделал проект дома. Сам он моряк-подводник, офицер. И хочет уйти в отставку и построить дом в Краснодаре. Там уже купил участок. Но дом, значит, он нарисовал такой шикарный дом. Прямо, ну вот, опять же, вот участок. И вот такой вот он сделал дом. Отступил положенные три метра здесь. Три метра здесь. Здесь пять метров полисадник. То есть дом восемьсот метров квадратных. А их там муж, жена и двое детей. И двое детей иногда приезжают. Спрашиваю, а сколько у вас денег есть? Говорит, ну сейчас у меня есть трешка. А нет, четырешка. Я ее продам, у меня будет десять миллионов. Ну вот ты, Сергей, опять же, меня научил этой гениальной фразе. А вы умножьте 800 метров на... Сейчас я умножу. Можешь в умеет? Да, на пятьдесят тысяч и четыре тысяч, сорок миллионов. В восемьсот метров мы умножаем на шестьдесят тысяч... Сорок восемь миллионов. Сорок восемь миллионов. То есть вот надо, прежде чем проектировать дом, понять, сколько денег у вас в тумбочке. Сколько вы можете вложить. И вот этот вот бред, когда там заказчики говорят, вот сейчас денег у меня там полтора миллиона. Я, значит, возьму типовой проект, что тоже трагедия. То есть у меня несколько фильмов про типовые проекты. Типовые проекты зло. Просто так и называется. Один, два, три, четыре, уже где-то пять серий на типовые проекты. Я уже там выпустил и продолжаю. Там этот бред продолжает мне присылать. Причем ты был соучастником типового проектирования нашего дома. Да он уже... Не, ну извини, это же... Это же только от нас это могут быть хорошие типовые проекты. Ну, что там все продумано до гвоздя. Там логистика идеальная дома. И, собственно, это идеология потрясающая. У людей, у которых там есть только или материнский капитал, или они почку продали, или взяли эту ипотеку. То есть денег мало. И надо адекватно относиться к этому. А построить... Мы сначала сделаем в один год фундамент, на второй год подкупим денег, поставим стены, потом еще подкупим... Значит, в общем, это на пять-шесть лет. Пока вы там это будете делать пять-шесть лет, там, ну, дом весь развалится. Сначала развалится фундамент, за зиму там закиснет там стены. Если там вдруг фундамент не развалился, а закиснут стены. Ну, это бред полный. То есть вот здесь надо вот адекватно к этому отнестись. Не врезайте вот в такой бред, там, когда вот один год, второй, третий. Надо один раз отмучиться, там, потратить там... накопить денег, там, адекватно к этому отнести и над собой не издеваться. Ни над собой, ни над своей семьей. Ты можешь рассказать про правильное положение дома на участке? Сразу вопрос просто поступил. Вот, к примеру, что-то нарисовать. Ну, я могу сейчас просто вот... Неудачный участок и наоборот удачный. Ну, понимаете, на любом участке мы сможем нарисовать дом. На любом. Вот самая большая проблема, там, ну, вот, там, сейчас вот Алена Шевченко, там, она вот с кого, собственно, ну, вот, она купила такой замечательный участок. Вот, ну, и вот, вот береза, береза, березы любят, там, все как положено, там, да, вот, березы тут полно. И, там, вот так вот. И вот она посадила дом свой вот так вот, каркасник. Говорю, ну, вот как вот так вот? Ну, вот ты посадила? Вот, и там, ну, вот опять же, я рисую эту схему, там об этом. У меня самый первый фильм на эту тему и есть. Вот, и тут вот, ну, тут по раскрытию более-менее, да. Ну, вот, дорога к гаражу, это все под снегом, под дождем, да. Вот, потом эти березы, березы, которые там, это самые ломкие деревья и тонны листьев. То есть, ну, вот, она их участок продала и купила себе нормальный участок, где север был внизу, вот так вот, и она посадила дом вот так вот. То есть, в принципе, на любом участке можно оправдать, посадить дом. Но если мы еще, допустим, участок не выбрали, вот, мы в процессе выбора, какой лучше выбирать? Ну, я только что об этом я рассказывал, то, чтобы, ну, вот, в идеале там север, чтобы был, допустим, внизу здесь, здесь север, вот так вот, да, вот, чтобы вот это все-таки юг был, вот так. То есть, дорога на север? Ну, да, да, желательно, потому что, ну, опять же, там северо-восток, северо-запад, потому что, когда ты рисуешь красивый фасад, очень важно, чтобы красиво подарить тени. То есть, то есть, не прямо север-север, а вот так вот, что это всегда грустно, там, когда ты рисуешь дом, там, и особенно там большой дворец, там, и он в классике, там, и когда нет этой вот работы святотени, да, вот это, конечно, обидно. Слишком север, это тоже вот плохо. Давай тогда сейчас по порядку, по вопросам пробежимся, а потом можно... Давай, давай, да. Содержание проекта. Вот что должно быть в проекте для того, чтобы строительство прошло гладко? Содержание проекта, ну, это обычный комплект чертежей. Сначала мы делаем эскизный проект. Это эскизный проект, это самое важное перед началом проектирования. То есть заказчик присылает нам в нашу мастерскую или там привозит план участка и рассказывает литературную часть. Какой он дом видит. То есть, опять же, у каждого там есть уже в голове, там, он ни год и ни два там к этому процессу подходил. То есть у него есть уже литературная часть этого дома. Какие-то картинки он там уже в интернете набрал, там, всяких там этих говнодомов, там, этих типовых проектов, там, вот, там, вот, влюбился в фахфер Домогацкого, там, да, вот, вот этого, все вот этого. Этого очень много, там, да, там. И на основе этой литературной части мы делаем эскизный проект. Это, собственно, одна треть стоимости всего проекта. А вам нужна там, допустим, какая-нибудь топосъемка, там, еще что-то? Это в идеале, понимаешь? Там, я долго там, мне там, вот, еще есть там, пятая или шестая серия, где там с Урала говорит, вот, ты очень дорого. Говорит, где взять эту, это, это подсъемку? Ну, надо в идеале просто рассматривать. Да, ну, я позвонил там, нашел ему этого своим друзьям в Екатеринбург, они ему дали, дали мне телефон, я ему отправил, он говорит, 15 тысяч, блин, очень дорого. Там, 10 там, вот. А можно без них? Говорю, вот, я эскиз, я могу сделать, да? А дальше пойдет рабочие чертежи. Мне нужна точная совершенно ответка дороги, чтобы никогда дом не сидел ниже уровня дороги, не собирал воду. То есть, вот это, опять же, посадка дома. Только на нормальной гео-подоснове я могу работать. Ну, это в идеале, ну, давай, как бы, у нас ситуация идеальна. То есть, мы же должны дать информацию о том, как сделать так, чтобы было идеально. То есть, если чего-то не будет, понятно, человек риски берет уже сам на себя. То есть, гео-подоснова. Обязательно, обязательно. То есть, вот, ну, для начала разговора, там, хотя бы план БТИ, блин. Он есть у каждого заказчика, когда он покупал участок, есть план БТИ. Вот это. Второе, там, обязательно, вот, гео-подоснова, на которой я рисую. Там, где есть, там, все эти, где отметки дороги, там, горизонтали, деревья, которые он хочет оставить, там, которые, опять же, надо делать по деревку. Там, диаметром больше, там, 200. Да? Остальные, там, как бы, мы не берем в расчет. А это что делает с деревьев? Ну, этот вот, с тетдолитом, с нивелиром. Это обычный, да. У нас это делает и Сергей Баранов. Говорит, мне нужна, там, гео-подоснова с подеревкой. Она стоит чуть дороже. Так, хорошо. Тут, здесь, получается, гео-подоснова. Разобрать дальше, получается, делайте эскизник. Мы гео-подоснову, и вот это вот то, что нам дали изначально, ну, выписку берем, там, вот это все мы в проект прикладываем. Обязательно, обязательно. Нет, мы на этом, мы обязаны только на этом рисовать свой дом. Свой эскизный проект. И этот, опять же, я с заказчиком оговариваю, там, не только про дом, он рассказывает то, что он планирует на этом участке поставить. То есть, он хочет там или гараж, или навес для машины. Жена любит там сажать розы, где будет парисадник, там, где там захотели, там, хозблок, там, баня. А хозблок там чуть позже. А имеет смысл какую-то пояснительную записку, допустим, взять с заказчика, чтобы он это все описал или нет? Ну, это бесполезно, понимаешь, все заказчики тут же напрягаются, рассматривают, как, как это, тема для диссертации, говорят, напишите своими словами, я вас пойму. Оставляйте свой телефон, обязательно. Ну, сейчас просто это мрак, там, вот, каждое второе письмо на почту без телефона. Вот, а сколько это стоит? Блин, хочется тут уже по башке дать. Стоит, ребята. Ну, вот, проект стоит денег. Потому что любой дом, это, это всего, на бумаге надо все пройти сначала. Ну, в общем, ладно, получается, берем, сначала прикладываем выписку, потом прикладываем, тапо-съемку прикладываем. Тапо-съемка обязательно, да. Да, тапо-съемку. Дальше получается, начинается работа над эскизной частью. Да. То есть, ну, разработали вы все это, согласовали. Я понимаю, что, ну, это я так быстро рассказываю, этот процесс может занимать, там, месяц, год. Я тебе умоляю. Жизнь коротка надо, то есть, я, я, в принципе, рисую дом при заказчике. Он садится, рассказывает, и я это рисую. То есть, уже к концу разговора, в принципе, уже концепция дома разработана. То есть, он все рассказал про дом, из какого материала, сколько у него денег, там, как это все, там, жена, дети, там, вот, кошки, собаки, там, вот, где вот там будут мыть эти лапы, там, то ли это будет душ, там, для большой собаки, то ли это будет раковина, чтобы эти лапки помыть, куда-то эти собаки, вот эти, которые трясутся. У тебя такие собаки? У меня немедленно здоровая большая собака. Она трясется, пока все кого-то живет. Кошмар, конечно. Получает содержание. То есть, вот, литературная часть, вот, что все разгвозь, это ты должен понять заказчика, войти в его образ. То есть, это, опять же, я называю это проектирование по системе Станиславского. Вот. То есть, сценарий его жизни. Ну, давай тогда, давай составом проекта просто закончим, чтобы нам эту тему поджитожить. То есть, ну, все, как бы взяли выписку-то по съемку, нарисовали эскизные проекты. Это у нас, то есть, в эскизный проект входит генплан, планы, фасады, разрезы 3D Bimax. Отдаем это заказчику, то есть, вернее, это уже согласовано. Отдаем ему, он там может в этой программе походить по дому, сам сделать разрез, то есть, он уже этот дом видит. То есть, это вот такая программа, по которой можно по дому ходить, в любую комнату зайти. Вот, последнее замечание, вносим изменения, проект ему отдаем. Дальше, там, есть у него, есть деньги. Вот, мы делаем конструктивные чертежи, AR, KG, то есть, делаем архитектурные чертежи, рабочку, KG, конструкции железобетонные, и KD, D, конструкции деревянные, а также все сети, которые он замыслил. А делать ли мне вентиляцию? Вот, ребята, 80% Европа, везде принудительная вентиляция. У нас 10% дома с принудительной вентиляцией. Конечно, вот это, ну, понятно, Сергей сказал, что все дома там были щелями, там окна не закрывались, да, там, и дом как-то дышал, действительно. А сейчас эти окна пластиковые или деревянные, по современной технологии, там, дом закупоренный, и утром болит голова, хотя там, вечером не пил, не курил. Давай по схеме организации вот земельного участка все-таки как-то углубимся, ну, и расположению построек на нем, вот то, что ты начал. Понятно, что тема очень широкая, обширная, но какие-то каноны, просто для того, чтобы ты людям дал какие-то ЦУ, чтобы они могли, по крайней мере, посидеть, порисовать самостоятельно, и потом уже... Ну, из моего опыта, это сейчас вот наша клиника работает уже второй год, действительно, много клинических случаев, вот, и хорошо, когда в голове там у заказчика есть, уже эта структура дома есть, но, опять же, не загромождайте участок. Давай по поводу участка. Вот не надо загромождать участок. Вот, собственно, старайтесь все-таки максимально, опять же, размеры участка. Говорит, у меня участок очень маленький, шесть соток. Блин, ну, шесть соток, это чтобы я так жил. У меня тут тоже шесть соток, и у меня громадный двор, у меня виноградник, яблони, там... То есть здесь просто надо грамотно посадить дом на участке. Там, приезжайте в поселок и посмотрите, как эти небольшие дома грамотно расположены. Обязательно есть полисадник, там, дом, и дальше есть сад. То есть вот, полисадник, дом, сад. Вот вся структура. И старайтесь не загромождать дом этими всякими сараями, постройками. Это убьет ваш участок. Там, когда мы сюда переехали, у меня был там в торце, был склад для материалов. Это был самый дорогой склад в мире. Просто мы это нахрен все выкинули и сарай сломали. Что, ну, не ради сараев, то есть, делается, покупается дом. Здесь надо грамотно делать планировку. Вот там, я считаю, что там совершенно... Сейчас вот, во время пандемии там был заказ совершенно интересный дом. Мы сделали усадьба Мечтаево. то есть, там был вот такой вот участок, вот такой вот. Нет, вот так, больше квадрат, да. Вот, и мы сделали, собственно, палисадник, там, главный дом. Вот. Сделали, баню сделали в контексте этого дома, вот, с переходом. и так же мы сделали вот гараж, на две машины или одна, я не помню уже. Вот, и опять же, переход. Вот так, то есть, мы сделали такой вот комплекс, союз был, так, это когда вот стыкуются дома, и, то есть, энергоэффективность этого комплекса, она высока, все рядом, да, не нужно далеко ходить. Вот, там, эта баня, там, если приехали друзья, они могут пройти здесь, там, там, пить, там, курить, да, и так же Испания хозяйской можно пройти, пользоваться, то есть, когда вот баня, вот опять же, маразм полный, да, был тоже проект во время, да, все, все, и случаи в жизни, то есть, я могу, как это, пожилой человек рассказывать, хрен, ну, компактно, смотрите, вода, давай, допустим, вот у нас есть участок, например, 600, и на нем хотят построить дом, условно, там, я не знаю, 10 на 10, и, например, у него, он располагается, удачно, на север, допустим, у него там дорога, на север, неудачно, там, на юг, на запад, на восток, вот как ситуация действует, на конкретном примере, можешь показать? Я могу, именно на конкретном, я сейчас вот, будет у меня конкретный случай, сейчас вот, приехал заказчик Илья, я расскажу на конкретном случае, вот это вот, я рассказываю свои конкретные случаи, которые у меня были, там, или еще вот вариант у меня там был, тоже во время пандемии, там, ну, принесли проект, тут гараж, здесь, это главный дом, ну, совершенно с жуткой там, планировкой, там, и сложные крыши, но это, это другой разговор, а здесь вот был бассейн, бассейн и площадка барбекю, вот, и, то есть, этот проект сделали, там, просто нас попросили, там, его проверить, посмотреть, как там, вот, приехали заказчики, муж и жена, и я говорю, ну, это вот, ну, вот, 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 какой вот там дурак попрется зимой, вот, там, в бассейн, там, в сауну, вот сюда, там, через участок, да, там, одеваться, раздеваться, то есть, это должно быть все в комплексе, то есть, мы там переделали проект, сделали проект, вот, сделали бассейн уже в контексте дома, вот, гараж тоже мы сделали, приблизили, а площадку барбекю, вот так, а площадка барбекю тоже мы сделали в контексте дома, то есть, вот это вот все вот, ну, вот, должно быть максимально близко, чтобы участок все-таки был посвободней, ну, ладно, фанаты есть там русской бани, да, там она должна стоять отдельно, но это уже там, это уже другая тема, это уже, сейчас я нарисую быстро схему, там, дом, там, плашка или как, а здесь вот, вот, это уже там русская баня, вот, здесь площадка барбекю, вот, и летняя посадка между ними, вот эта вот пьянка происходит здесь, то есть, вот такая тоже схема может быть, а вот это все-таки сад, и опять же мы здесь этими строениями отгородились от, от, от соседей, ну, такая схема тоже может быть, схем, схема нет одной таблетки от всех болезней, то есть, ну, вот, казалось бы, там, ну, там, говорит, продайте нам проект, который вы сделали, нам он очень нравится, говорю, приезжайте, давайте, посмотрим, достаю этот проект, начинаю сажать этот дом, который им понравился, ну, там, и тут же мы все меняем, потому что, ну, нет одинаковых участков, нет одинаковых людей, нет одинаковых семей, это просто, так не бывает. Ну, давай просто рассмотрим какой-то частый случай, то есть, вот у нас, игру, что, люди пишут, там, 10, 100 метров, максимум, ну, 200 пишут, 100, максимум 200 метров. Так, что ли 200? Ну, 100, максимум 200, давай будет 150. Ну, давай 150, там, а два этажа, один этаж? Ну, пусть будет два, все-таки надо по классике, два, вот участок, если шестьсоток, то, чтобы, не знаю, что хочется понять, есть, допустим, классические ошибки, то есть, расположение дома и построек на участке, в том случае, если он по сторонам света расположен по-разному, ну, за базу за дом, допустим, просто попитнул, ну, давайте мы, мы берем там, 9 на 9, это хороший размер, но не очень, все-таки давайте возьмем 9 на 10, вот смотрите, вот это север у нас здесь, вот, здесь мы делаем там навес для автомобиля, допустим, вот здесь вот, вот это вот все впритык, там, ну, если это навес, там метр, хотя там тоже этого нельзя, и вот здесь там 3 метра, ну, сейчас я вот, ну, допустим, 5 метров, пусть будет 5, там, да, дальше вы там уже, вот, маленький участок, маленький дом, там 10, 10, там 5, это 6, вот так получается или нет, я не знаю, здесь вот 5 метров, а полисадник, вот здесь у нас ворота, въехали, опять же, эта тема, это не я придумал, это вот идеальная схема, это все наши эти вот деревенские дома, надо, можно вам эту схему идеальную рассказывать? Рассказываю дальше, то есть это два этажа, то есть вот эти вот, это вот схема расположения на деревенской улице, вот этих вот наших дивных пятистенков, вот здесь вот въезжает там лошадь, а там дальше уже эти участки длинные, длинные длинные были, там и тут вот эти куры, гуси, утки, кони, там, вот, то есть здесь у нас идеальная схема, вот 9 на 10, это все-таки вот так вот, да, вот по центру делаем лестницу, обязательно по центру, вот на лестнице, на север, вот, здесь мы вошли, допустим, здесь, или вошли здесь сбоку, ну самое простое, это вот у нас, лестница, там 2, 2, 200, вот, никогда не делайте лестницу с забежными ступенями, то есть идеальный размер, это все-таки 4,5, 4,5, лестница более-менее получается, для высоты, там, ну, от пола до пола 3 метра, то есть для маленького дома, это более чем. Ты можешь развить мысль в забежные ступени, почему не идем, как архитектор? Как правило, у заказчика есть жена, иногда она одевает туфли на каблуке, вот, и вот это вот, когда делается, ну, там был у меня фильм про дом, который был там 7 метров, да, и там была лестница с забежными ступенями, и там просто вот высота ступени, они сделали там 200 на 250, то есть это уже не по Нойферту, это нарушены все нормы и правила, там по Нойферту максимальный размер, чтобы подняться на второй этаж, это 175 на 290, 280, вот, а винтовая лестница, ну, вот, это же, это же ужас, там, там, это можно убиться, там, да, просто, ну, вот, опять же, там, наш фильм, там, мы делали Юрскому, у него была лестница под 45 градусов, там, супруга Тинякова просто скатилась по этой лестнице, и в очках, там, врезалась в батарею, там, вот, об этом фильм у нас снят, первым делом мы сделали, переделали ему лестницу, потому что она должна быть комфортная, удобная, это, ну, самое главное, ну, и потом, помимо каблуков, там, подняться с ребенком на второй этаж, и не убиться, это надо, конечно, умудриться. Скажи, сколько надо квадратных метров поставить нам под лестницу, по пятно? Ну, по пятно, это, вот, опять же, море проектов, где ширина лестницы 70 сантиметров, 80, 90, метр, минимум метр, в идеале метр 10 хотя бы, ну, для небольшого маленького дома, там, на лестнице 80 или 90, это вот перилы с двух сторон, все, и вы быть ходить боком, вот. Ну, при стандартном, допустим, на каких-то потолках, например, чтобы из тупени, но это, от пола до потолка, а так, от пола до пола, три метра, ну, при маленьком доме, это вот более чем. Ну, сколько, что примерно получится, сколько нам нужно проем под лестницу? Нам нужно, ну, минимум, там, два на, на четыре, там, четыре, три, шесть, вот там, где-то так, ну, два, вот, чтобы, то есть, вот это вот. То есть, получается, семь с половиной, восемь квадратных метров, два раза мы должны потерять, ну, снизу и сверху. извини, мы под лестницей всегда используем, понимаешь, вот, смотри, вот элементарно, вот даже вот сейчас, вот, вот мы вошли, там, вот здесь вот санузел, и там часть, там, стиральная машина на первом этаже уходит под лестницу, там, душевая кабина может уйти под лестницу, там, там же можно повесить, там, это, электрический котел, там, да, вот, вот это вот, здесь вот опять же, ну, вот дальше я вам рассказываю, вот, мы входим, здесь вот, гостевая спальня, раз, вот и вот тут вот, да, вот в этом месте мы делаем там кухню, там, буквой П, здесь ставим стол, здесь мы, это гостиная, то есть вот получается 4, 4, 2, ну, я сейчас условно говоря 2 метра, то есть это 10 метров, да, и здесь вот получается хорошая гостиная, вот эта вся посуда и готовка, она в тени, вот опять же, мы здесь можем всегда закрыть эту кухню, и здесь вот обязательно свет, там слева, в данном случае слева, вот, и обеденный стол, мы опять же, там, мы можем сделать там летнюю террасу, вот, а второй этаж, это просто уже получается на раз, это вот самое, внимание, это самая простая схема, двухэтажного дома, еще раз я повторяю, вот это вот 9 на 10, там, ну, желательно там, там, побольше 10 метров, но чтобы, вот, вот мы поднимаемся на второй этаж, по этой лестнице, вот у нас получается, лестничная клетка, здесь санузел, и две спальни детские, вот они, здесь раз, два, мы всегда делаем детям одинаковые спальни, вот это спальня родителей, вот она, себе нужно побольше родителям, а тебе тоже надо думать, давай на этом моменте заострим внимание, потому что у тебя есть опыт, кто там может не согласиться, ну, вам не понятно, давай непонятно, почему детям нужно делать одинаковые спальни, вот первый вопрос, Мама, а почему у брата спальня, больше ты, больше спальни, ты что его больше любишь? А почему родителям больше, чем детям? Потому что дети, о себе тоже надо думать, потому что дети вырастают, уезжают, вот, а все-таки вам нужно, ну, когда я делаю большие громадные дома, я делаю большие громадные спальни, и детям, то есть там, и родителям, да, вот, ну, здесь вот не до жиру, но, опять же, приоритет это, все-таки, муж и жена, и детям тоже должны быть хорошие, идеальные условия, то есть, вот это вот там спальня, извините, 4 на 4,5, это, сколько? Ну, 16 метров, чтобы я так жил, у тебя уже. ладно, это скорее уже, значит, не спальня, а детская все. Это уже детская, опять же, там надо делать зонирование грамотное, там, я покажу, там, то есть, будет у меня фильм, где, ну, найдебильнейшая, там, расстановка мебели, ну, и там еще есть фирма, там, моих друзей, которые тоже не могут расставлять мебель, в детских, то есть, здесь должно быть, опять же, там, 16 метров, это нужно зонирование, там, где он спит, где он делает уроки, и игровое пространство. А давай просмотрим вот этот же самый дом, который мы сейчас рассматриваем, у нас сколько, ты сказал, 9 на 10 у нас? Да. То есть, у нас где-то в районе 100, наверное, 65, может быть, квадратов. Ну, это, скорее всего, 150, 160, ты правда. А если в одноэтажной, в одноэтажной, допустим, вот сделать, воплотить? Ну, это вот, у нас есть этот самый, это вот, 72, нет, у нас они маленькие, вот, а ты можешь, допустим, в те же, те же самые метры показать, только в одноэтажной версии? Так, в одноэтажной версии, господи, в праздник, сейчас попробуем, все пьют уже давно. Так, это у нас, ну, опять же, в этом нет ничего сложного, там, сейчас вот, посмотрев наши фильмы, уже многие присылают свои схемы, там, вот, опять же, те же самые 10 метров, да, вот, 4, 2, 4, здесь так, здесь у нас, там, 6 метров, допустим, вот так, 6, и вот так, то есть, это получается у нас 14 метров, то есть, ну, это 140 метров, да, вот, здесь мы делаем входную группу, шкафы, шкафы разделись, тамбур можно вот такой вот делать, ну, опять же, здесь крыльцо, да, лесенка так, так, или вот так, в зависимости от того, где вы поставили машину, вот это самое, то есть, я рисую самые простые схемы, то есть, вы можете сами их рисовать для себя, так, здесь, вот так, самая простая схема, так, это у нас, здесь гардеробная, здесь, там, у нас топочная, там топочная, опять же, 2 на 4, это 8 метров, это очень много, и поэтому там можно спокойно еще что-то располагать, там, стиральную машину, все что угодно, да, так, вот это у нас гостиная, ну, в идеале, конечно, это вот так сделать, сейчас у нас и набежит, там, видите, 160 метров, вот, а это кухня, там, вы можете сделать ее так, окна в пол, здесь можно окна в пол сделать, это вот у нас там, 2,2,2, 6 метров, вот, а это у нас кухня, здесь поставили обеденный стол, для завтраков, для обедов семейных, вот, вот этих 4 метров, там, для кухни, там, вот, это более чем, да, мало вам, если, значит, вы сделали вот так, то есть, вот, собственно, самая простая схема, дома, то есть, это вот блок, мы вошли, здесь, здесь у нас, получается, галерея, так, а, здесь еще у нас, так, что я забыл, так, дети, да, вот, одна детская спальня, вторая детская спальня, вот, кроватка одна, вот, кроватка вторая, вот, окна могут быть еще так, и здесь там стол, там, а, что еще, шкаф для одежды, для игрушек, для всякой фигни, и опять же, этот шкаф является звукоизоляцией, то, о чем говорил Сергей, другой менталитет там, и опять же, там, то, что мы всегда делаем, это санузлы обязательно светлые, то есть, не должно быть в доме темных помещений, никогда, вот, душевая кабина или ванная, дверь, выход наружу из санузла, за стеной здесь горшок, майдадыр, вот, это детский санузел, это вот один блок, детский блок, а вот это вот блок, где родители, вот, здесь делаем мы через такой маленькую гардеробную, здесь могут быть шкафы, опять же, вот, шкафы тоже здесь могут быть, опять же, ну, это небольшой дом, вот, и санузел, и кровать здесь спокойно становится, вот так, для папы и для мамы, прекрасная звукоизоляция, свой санузел, вот, или санузел, там можно сделать так, чтобы не было этих, вот, в спальне была только одна дверь, конечно, можно там добиться этого, вот, ты об этом правильно сказал, когда вот в спальне бывает 3-4 двери, сейчас я покажу вам эти случаи тоже, то есть мы проходим через этот шлюз, попадаем в спальню, одна дверь, и здесь вот вход в санузел, тоже там может быть, там душевая кабина или ванная, горшок и майдадыр, то есть вот такая схема, самая простая, это вот у нас, это гостиная, там диванная группа, там камин, захотели там поставить здесь стенку, там консоль, там зеркало, камин поставили там здесь, там здесь вы поставили, там или вот тут поставили, там на фоне окна, ну опять же там летняя посадка, летняя посадка, там обязательно не меньше трех метров, чтобы здесь стал все-таки стол, и не нужно было там обходить его, то есть чтобы можно было его обойти, здесь же можно поставить там печку барбекю, вот это все под навесом, видите, очень простой план, как две копейки, то есть это может быть просто конек один, вот такой вот здесь, и фасад будет вот такой у вас, шале, да, вот так вот, вот, а здесь у вас там можно это продлить, и здесь сделать там навес уже там для двух автомобилей, вот так, там или для одного, и здесь вот все под одной крышей, вот, ну это самая простая схема, вот там, мы этот дом, эту схему уже неоднократно рисуем, рисуем, и она всегда получается, хороший вариант второй, это вот можно сделать, то есть вот так вот, ну я буду рисовать, ну давайте лучше тогда, по-честному и нарисую здесь, то есть, как можно проще нужно делать эти дома, эти крыши, вот простой план, простая крыша, ну вот тут немножко посложнее будет сейчас, я нарисую схему, то есть это вот так вот, дом, вот и вот так, вот такая, здесь фальцевая кровля, а здесь у нас тут входная группа, красивая, вот там, и там, если мы поднимем это вот выше, вот так, под 45 градусов, допустим, да, и можем здесь сделать внутри лестницу, вот для этого немножко надо будет расширить, то у вас там получится вот уже мансардный этаж, то есть на этой схеме еще хреновыдущих вариантов можно сделать, вот и здесь вот окна, все очень просто, то есть в принципе сами можете по этим схемам дома рисовать, и здесь мы продолжаем, то есть опять же вот вот это вот может быть такой мансардный этаж, даже в этом маленьком доме вот так, здесь вот какие-то места хранения на мансардном этаже, вот собственно мы с Сергеем и делали, там у нас этот Next 120, по-моему, да, там на базе одного дома, мы сделали там хреновыдущих вариантов домов, вот, ну вот сейчас я нарисовал вам две схемы, самые простые, да, а там дальше уже смотрите, там, ну, допустим, не двое детей, там, а четверо, там, да, вот, это вот просто дом делается, увеличивается, увеличивается, там, на один модуль, допустим, допустим, вот у нас там был участок, где надо было отгородиться от соседа, мы его поставили, это дом вот так вот, вот эту же схему, вот с этой с летней посадкой, здесь вот забор, забор, и тут совершенно страшнейший дом, там, где-то вот, ну, в пять этажей, ну, вот это бред такой был там, да, и здесь вот въезд двух машин, да, сейчас, извините, еще раз, то есть был такой вот участок прямоугольный, вот, и здесь вот страшный дом, громадный, там, близко к забору, и мы вот так расположили дом вот так, дом-забор стал, да, вот этот конек здесь, там, и крыша стала вот такая у нас, крыша вот такая, а здесь вот мы под навесом, и вход был с торца, то есть та же самая схема, эта часть более длинная, там, здесь вот в этой части, там, мы делали санузел, спальня одна, спальня вторая, то есть вот эта схема, интерпретации может быть очень много. Давай, знаешь, с чем коснемся, вот особенности расположения дополнительных построек на участке, ты начал об этом говорить, но так мы и не закончили, то есть вот, есть, не знаю, два каких-то участка, один на юг, другой на север. Ну, давай. Как там расположить грамоту с север? Ну, давай сейчас. Так, давай на юг, то есть вот у нас, ну, давай берем это вот, вот эти наши длинные нарезанные участки, да, вот там, ну, вот, как правило, они там... А потом, знаешь, еще нужно будет коснуться тупиковых участков и угловых. Это сложная такая мыка. Да ничего сложного, господи. Давай, время постоит. Так, где у нас юг-то, давай ты говори, вот дорога, тут у нас юг, да. А давай два участка, вот допустим, один сет стороны дороги располагаются, другой с другой стороны. Господи, какой ты умный. Блин. Сейчас бы рисовал там два раза. Ты скажи, кому из них повезло, кому нет сразу. Повезло тем, кто к нам пришел. Ну, они, может, они могут прийти, конечно. Ну, тогда, если вы собрались со всей страны, да, если вы со всей страны, просто есть почта, есть телефон, есть вот этот WhatsApp, вот это WhatsApp, как вот это сейчас называется, то, что мы сейчас делаем. Это Zoom. Вот Zoom есть, да, не как вот Сергей меня вот. То есть все можно сейчас, уровень коммуникации такой, что у нас там, мы проектируем там для Южного Сахалина, для Калининграда, для Эстонии, в Белоруссии, шесть домов уже мы запроектировали, Крым. Ну, слушай, ладно, может, у кого-то нет финансовом возможности. Позвоните по телефону? Позвоните, да. То есть все равно потом заработал, что ты деньги возьмешь. Не, ну извините, у меня столько этих проектов, которые просто вот там, вот. Ну, сейчас тебе начали звонить. Нет, вот не надо, да, вот лучше, да. Расскажи. Консультация в клинике платная. Да. Так, это у нас... Просто кто-то захочет, мы пытаемся сейчас, допустим, так как понятно, люди все разные, здесь вот кто-то начинает тщательно наступать, что ему одно не нравится, второе не нравится, причем это один и тот же человек. Ну, так пусть он пойдет куда-нибудь, если ему не нравится. Дело в том, что мы делаем корно среднестатистического человека. Если кто-то в этой истории знает больше, и он говорит, ну как, а как мы будем поступать с лишним человеком? Я не доллар, чтобы всем нравится, понимаете? Вот. Ну, давай вот эти вот два участка, кто из них везунчик, где у нас с север и юг? Ну, вот это у нас с севера внизу, вот здесь у нас с юг. Ну, вот только что я рисовал вам этот дом, или вот так вот, или мы сажаем его вот так, вот на расстоянии там 5-6 метров от забора, да, там машины поставили здесь, вот. Здесь красиво вошли по центру, вот у нас этот, вот то, что я только что вам рисовал, вот. И здесь все прекрасно. Вот. Этот же дом, просто вот, просто он вынужден, чтобы здесь все-таки как-то это все инсолировалось, да, это вот, ну, в лучшем случае, там вот, это вот не увеличивать расстояние от дороги, там до, дом сажаем мы тогда вот так, вот. То есть лицом к лицу, если это тот же самый дом, чтобы уже вот тут вот, это уже не палисадник, а сад мы делаем здесь, впереди дома, то есть он солнечный будет, здесь мы сажаем красивые деревья, чтобы все-таки создать приватность, а здесь у нас там будет навес для машины, вот. А тут уже какие-то там садово-ягодные деревья, и там желательно, конечно, одноэтажный дом, чтобы все-таки там меньше было тени, то есть вот мы сажаем такой дом, ну, постараемся по центру, вот так, там раз, два, чтобы было не слишком далеко, вот, вот и все. А если бы, допустим, он был на запад или на восток, что бы правильно? Лучше не путай меня. Но просто там же варианты-то разные же бывают. Ну вот, все можно сделать, понимаете, все вот тут, главное, чтобы постараться, опять же, еще там, вот, там, север здесь, там, да, там, дома вот, вообще вот так, вот, очень хорошо, там, здесь гараж, это вот для варианта двухэтажного дома, там, и здесь вот у нас сад, вот здесь полисадник, а вот тут вот там летняя посадка здесь, то есть вот, хорошая схема вот такая, то есть вот тогда здесь вот у нас, и весь дом прекрасно инсулируется, то есть у нас утреннее солнце и вечернее, весь день. Это вот у нас там, навес и хоз-зона, вот и все. Что не так? Сейчас. Мне просто Павел задает вопрос на наушнике. Павел хочет меня запутать. Или тебя? Так, давайте, знаете, что попробуем, попробую включить наушники, из-за этого, что произойдет. Меня слышно сейчас? Давай, это самое, да, слушай, ко мне заказчик приехал, давай посмотрим его дом и… Давай сейчас пока на вопросы поотвечай. Ну, давай, ладно. А, в общем, смысл в чем? Ты сейчас этот вопрос не слышал по поводу второго света. Вообще нужен, не нужен такая площадь оптимальна? Ну, я на этот вопрос уже отвечал, понимаете, там, когда ко мне приезжал там Дубовенко, да, там, ну, понимаете, хочу второй свет, хочу пруд с лебедями. Ребята, будьте в адеквате. Когда дом 150 метров, да, и у вас там трое детей, какой нахрен второй свет? Вы сделаете спальню по 4 метра или по 8? Вы определитесь, понимаете? Там второй свет делается в домах там уже там 250-300, ну, от 300 метров. А в домах 150-200 метров, да, там, и когда у вас там… Ну, ладно, вы там вдвоем, там, да, вот там девушка, там какая-то есть этот видеоблог, вот она с мужем построила дом с этим вторым светом. И там антресольный этаж сделала. Ну, там через год-два у них появятся дети, а куда там их… Там одна спальня всего. Ну, там домик маленький. Домик, ну, ты знаешь, о чем я говорю. Ну, это просто второй свет – это, да, это как цацкое, как украшение. Ну, вот, просто… Нет, ну, в общем, если по эстетическим соображениям вам хочется… Если вам очень хочется, там, ну, вот-вот-вот можем второй свет сделать, но тогда, вот, если у вас там двое-трое детей, там, а куда их деть, там, да, и вы будете ютиться в этих маленьких спальнях, там, лучше сделать, ну, человеческие спальни, там, второй свет, ну, мы делаем полуторный свет. Вот сейчас вот этот дом я вам рисовал, сейчас, да, вот там, можно камеру снова… То есть вот это вот… Сейчас, где это? Ну, да, вот этот дом. Если мы смотрим это с фасада, там, то есть вот это вот, вот, пожалуйста, вот, в этом месте делайте полуторный свет, то есть будет много света, много объема. И вот это вот у вас антресольный этаж, то есть это все чудесно будет, да. Но это просто вот это вот мы из одноэтажного дома, чуть-чуть подняв крышу, мы получили такой кайф. То есть за те же деньги, там, немного там, ну, вложившись немножко больше деревяшек, но зато получили это полуторное пространство. Ну, там у нас получится потом будет какая-то ступенька на втором этаже? Не, мы сделаем тут лесенку. Нет, вот тут можно сделать лестницу, вот так вот. Ладно, давай быстро сейчас к вопросу пробежимся, потому что… То есть здесь это, пожалуйста, да. Суть в том, что вариаций гигантское количество, взятие за полтора часа научить нарисовать себе дом, конечно, очень тяжело. То есть сейчас вот из беседы я понял, что, ну, однозначно, когда на участке, когда участок на север, однозначно, гораздо больше различных адекватных вариантов, потому что когда на юг уже получается прям совсем некрасиво. Ну, понятно, что можно выйти из этой ситуации, но гораздо хуже уже входных данных. То есть запад, восток… Да. Давай, Паш, ты на… Можно найти любой там выход из любого положения. Можно, понимаете. Ну, лучше не входить в такой… Ну, лучше, да, вот, не бороться с трудностями, а их немножко… Не наступать на наши скрепы. Скрепы – это грабли наши, да. Друзья, смотрите, у меня вот просьба. Вот там вопросы такие просто сыпятся, абсолютно банальные. Какое расстояние там от бани до дома? Давайте не в архитектурном разделе будем рассматривать. Ну, есть, ну, наберите вы в Яндексе вот эти все опросы. Ну, ну, что вы такие ленивые, господи. Это все есть, это на последней лекции, если нужно будет вот эти обычные, ну, частые бытовые вопросы, мы их осветим. Давайте сегодня поговорим про какие-то, я не знаю, глобальные вещи. Почему? Потому что на самом деле, ну, вот есть специалист, есть мнение. То есть оно сложилось годами, десятилетиями складывалось. Вот, допустим, не делайте забежные ступени, сделайте их такого размера. То есть 7 в полно 8 квадратов проем лестничный. То есть это очень ценная информация, потому что если вы зайдете в проекты, допустим, какие-то в обычные, ну, самые очень крутые лестницы, очень узкие лестницы, допустим, вот это нажать, вот это влажно. Я бы сказал убийственные. Вот, честно, убийственные лестницы. Бытовые вот эти все штуки, давайте оставим на потом вот эти все вопросы. Давайте по-глобальным что-то. Второй свет, все, мы уже поняли, что если очень хочется, за ваши деньги, пожалуйста, можете строить. Но если у вас денег недостаток, и у вас дом 150 квадратных метров, то безумие строить, делать этот второй свет, потому что посмотрели, побаловались. Купите себе лампочки с высоким индексом CRI, чтобы у вас был свет приблизенный к дневному, и пусть они у вас светят. Или там тоннель световой поставки, как правильно там кто-то написал. И не выбрасывайте эту площадь, если у вас денег только на 150-метровый дом, а у вас много. Не, ну, один ребенок, потом появился еще один, да, там, и что там, они, «А давайте мы сейчас этот второй свет перекроем, ну, это лишние деньги сразу же, там, балки заводить». Хорошо, давай, Паш, ты следил за чатом, что там дальше? Да, значит, плоские кровли, плоские крыши, значит, тоже особенности их в архитектуре, то есть, имеет смысл, применять не имеет, в каких случаях, для какой архитектуры, для каких участков. В общем-то, вот этот вопрос охватить, потому что сейчас все больше и больше домов, а люди заказывают в плоские крыши, и хотел бы услышать на этот шеф какую-то информацию. Ну, это вы у нас основные, которые топят за плоские крыши. Вот, ладно, ладно, ладно. Нет, мне нравится просто... Нет, мне тоже нравится, я обожаю конструктивизм, в общем, я обожаю Калифорнию, я обожаю Ближний Восток, Ницца, тоже там все прекрасно, плоские крыши. Знаешь, вот ближневосточные плоские крыши выглядят не так, как выглядит. Ну, потому что там они, как-то сказать, хитрожопят, ну, в общем, там просто торчит арматура, пока дом якобы не достроен, они не платят налоги. То есть, вот они построят... Ладно, давай по плоской крыши. Где, что, когда применять? Плоские крыши. Сейчас у нас несколько домов с плоскими крышами, там совершенно, во-первых, небольшой участок, ну, по сути дела, дом, самый крохотулечный, участок крохотулечный, это в Кратово там, и там, нет, или Томилино, нет. Там шикарный рельеф, очень... А, ну ты, Павел, ты этот дом знаешь. Вот. Знаешь. Ты делал этот там фундамент, и там сейчас ты его достраиваешь. И земли мало, и мы сделали, там лестница выходит на кровлю, это прекрасная, шикарная летняя посадка, и напротив этот Томилинский, этот парк сказка. То есть это хорошая видовая точка. Вот. Ну, потом что происходит, там, конечно, там, если лето вот такое, как сейчас, ну, и все это под дождем, вот, и появляются навесы, то есть это интересная тема. Мы, несколько домов, так, то есть домов у нас много, но вот там у нас есть много. Давайте вопросом вернемся. Где, когда, как применять, где лучше? Приходит заказчик, хочу современный дом с плоской крышей, мы делаем, все. Это ладно, хорошо. Если человек хочет, не придет, сам хочет делать, в каких случаях лучше применять ее? Если заказчик хочет, то мы делаем плоскую крышу. Плюсы-минусы такие? Плюсы. У многих это красиво. Вот. Это современно. Вот. Лишь бы там через пару лет, ну, вот Михаил Хазанов там сделал где-то домов 12 перед въездом Серебряный Бор, дома с плоской крышей. Прошло три года, и что вы думаете? Везде сделаны крыши. Вопрос сразу, плоские крыши будут выдерживать снеговую нагрузку? Ну, если они рассчитаны, то будут они выдерживать. Я всем говорю, вы жили в многоквартирных домах, везде крыши. Не, ну, извините, это делается в расчеты, все выдерживает, и прекрасно там, шапка снега, и там, да ничего не будет. Ну, то есть, получается, ну, от меня тоже, могу сказать, нравится архитектура, пожалуйста, я не вижу. Любой каприз за ваши деньги. Такие крыши там плоские. Просто надо понимать, что если вы делаете крышу, ну, объективно делаете ее по-правильному, надежно, допустим, там какое-то бетонное перекрытие, то если вы не делаете там этаж сверху, ну, конечно, вам квадратный метр в доме обходится довольно объективно. В кайф, конечно, когда это плоская крыша эксплуатируемая. Это какая-то вот совершенно, там у меня был этот, когда заказчик, сейчас он. Паш, он какой-то, что там еще вопрос? Иванишвили, он, значит, я закончу, да, там плоская, на крыше, девятиэтажного дома была блестящая идея, сделать баскетбольную площадку. Вот. И вот, представляете, там баскетбольный мяч падает. Вопрос по поводу того, что дешевле или дороже плоская крыша. Плоская крыша, как правило, входит в дорожную сторону, потому что если холодный чердак, там можно, извиняюсь, там из дерьма и палок это все собрать, и нормально будет. С плоской так не пройдет. Значит, вопрос, Елена, назовите, пожалуйста, адекватную текущую стоимость по рынку АРКР, инженерных проектов за квадратный метр. То есть, понятно, что у нас рынок такое понятие расхажения, Но если мы не в Москве, давайте так вот, в Москве тут своя, как бы своего государства тут все по-другому. А на 100 рублей до 3000 за квадратное, я знаю, цены есть, но вот адекватно, вот чтобы человек обратился, Ну, не к тебе. Ну, не до подожди, я скажу про себя, там, да, вот у меня метр квадратный стоит 100 долларов в метр квадратный. Это когда мы делаем большие дома. Там, от 2-3 тысяч метров. Это слишком крутое дело. Подожди, для среднего класса у нас 4000 рублей в метр квадратный. По программе доктор хаос, да, вот, самая большая трагедия это то, что происходит сейчас в малоэтажном строительстве. Мы решили эту ситуацию переломить. Вот, я, Сергей, там еще несколько архитекторов, надеюсь, остальные к этому подключатся, потому что это трагедия. Вот эти говнодома, вот эти вот безумия, эти вот типовые проекты ужасные, мы решили в это дело впрячься, да, и у нас цена клиники доктор хаос, это эскизный проект для Москвы 1000 рублей метр квадратный, для регионов 750. есть там, вот, а нам сделали там за 500 рублей весь комплект, ребята, выкиньте его нахрен, понимаете, вы хотите вложить 5 миллионов или 10 или 20 там в стройку, да, и вот это вот проект за 500 рублей метр квадратный, ну, это вот, а сколько это стоит у вас проект? Стоп, вы ищите самого дешевого архитектора, вы хотите на проекте сэкономить? Подумайте. Нет, понятно, что в любом случае да, это твой бизнес, твой доход, ты, естественно, как бы, ты знаешь, цены в среднем, за сколько адекватного можно найти какого-нибудь человека, потому что я говорю, они к тебе не поедут, и они меня просто, знаете, я вам скажу, просто, ну, извини, Сергей, но вот это вот не надо, вот это вот, за адекватную цену, да, может быть, вы найдете там архитектора чудом, понимаете, ну, мало кто умеет делать малоэтажные дома, вот я рисую, вот я эти схемы выкладываю, блин, с размерами, вот все, берите, даже перерисовать не могут, о чем вы говорите? Чудовищные вещи происходят. У Олега на канале есть библиотека архитектора, если кому-то интересно, выложено, она выкладывалась у нас, но я не понял, почему не перезалили потом у вас, суть не в этом, библиотека архитектора, куча есть различных книг на канале, у Олега можете зайти, там ссылку скидывали, куча рассмотренных вариантов, то есть вы можете подобрать себе примеры, если не хотите в квадрок. Просто остановили, остановили там этот кадр, там и просто сделали скриншоты и просто перечертите, я вот вам разрешаю это делать, понимаете, это вообще будет вам, найдете вы хорошего конструктора, он сделает вам конструктив, а рукожопость архитекторов, она запредельна, это такое падение уровня, профессионализма это зашкаливает, понимаете? Я, к сожалению, могу подтвердить, я вот еще раз скидываю ссылку, зайдите коллегу на канал, можете просто взять оттуда и все стырить, если хотите. Просто откровенная профанация, сейчас вот наш канал вот на это направлен вылечить архитекторов, но они не хотят лечиться, заказчики адекватнее гораздо, они уже на тетрадке в клеточку уже рисуют хорошие планировки, понимаешь? я вообще в восторге, там просто нам остается только вести. Я бы что порекомендовал от себя, потому что тема очень расширная, зайдите на канал Олега Карсена, посмотрите там то, что они делают, возможно, вы что-то для себя сразу найдете, украдете и нарисуете, потому что научить за полтора часа абсолютно невозможно. Мы в своей практике, вот с Павлом тоже, мы сталкивались, что за любые деньги могут делать плохо, а хорошо, за любые деньги тоже не делали, вот парадоксик. Ну вот, понимаете, это вот найти хорошего архитектора, как найти хорошую жену, вот, ну вот, опять же, Сергей Прям говорит, можно заплатить большие деньги, вам сделают говнище полное, понимаете? Это будут просто выброшенные деньги, ну там понтов, креново туча там, да? И нарисуют вам дом или построят еще там, я не буду называть эти имена там, которых просто вот уже, до сих пор мне пишут письма, говорят, как исправить планировку в этом доме фахверки, блин? Да никак, просто не покупайте это говнище, там никакого отношения к архитектуре эти дома не имеют, нет, чтобы просто хофф-хаус откровенно там передрать, как делают там всегда эти умные китайцы, не просто передирает один к одному, там уже все придумано, не надо портить. Хофф-хаус, да, согласен. Слушай, я вот помнишь, мы с тобой вопрос о треугольниках участках и тупиков касались, можем как-то быстро вот эту тему пробежаться по ней? Ну давай сейчас вот, у нас просто есть еще там вопросы. Ну какой треугольный там? Ну вот дурацкий треугольный участок. Понимаете, ну я очень конкретный человек, понимаете. Я понимаю, в этом на самом деле вся проблема и заключается в том, что надо приходить с конкретикой, а мы хотим сейчас перейти об участкового в общину. Кто этот вопрос задал? Да там много. Вот возьмите на почту, пришлите свой план там и что вы хотите. Я нарисую вам, я вам под камеру нарисую, блин. Ну вот это вот треугольный участок, ну треугольный. участок его уже нарисовал. Где север, где юг, блин, где лес, да не хочу я, ну не хочу заниматься ерундой, понимаешь. Это, это, это архитектура, это очень конкретное ремесло, понимаете. Как вылечить зуб, блин, да, откройте рот, я вам вылечу, где этот зуб? Давай вопрос. Как мне, вот расскажите, как вырезать аппендицит, блядь, я не знаю. Как вырезать аппендицит? Короче, в общем, смысл в том, что очень много частностей, конечно. Покупайте этот самый скальпель, там это вот, как это вот, заливайте там, ну просто там, ставьте зеркало и там вот вырезайте себе аппендицит. Сейчас, конкретный вопрос. Мне вот, смотрите, я просил людей, кто не разбирается, не писать. То есть, если человек считает, что он разбирается, я озвучу, что он пишет. То есть, если, Олег Шуликов, 700 рублей за квадратный метр будет вам эскизный проект. Вот если, ну, окей, нет вопросов. Так, набираем в интернете фамилию Сергея Шуликов, смотрим его проекты, анализируем и потом заказываем. 700 рублей хорошая цена. Умеют ли только этот Андрей Шуликов проектировать? Давай на конкретный вопрос. На какую сторону света лучше направлять окна гостиной и спальню? На северной стороне дома такие же. На северной стороне дома какие комнаты лучше проектировать? Какие на северной, куда лучше спать с гостиной? Ну, я хочу сказать, на солнечную сторону мы располагаем гостиную, там, спальне, там, гостиная, вечернее солнце, прекрасно там, выйти там на летнюю посадку и вечернее солнце, там, кухня, утреннее солнце, там, спальне, утреннее солнце, или там, родитель, но есть, у нас был заказчик, который вообще не хотел, чтобы там солнце было, вот я делаю мне все на север, это, это конкретный случай. Кстати, это интересная ситуация, нас вот Артем смотрит, наверное, с Сашей, из Краснодара, то есть, они спроектировали дом, у которого спальня на север, софтавшись на то, что в Краснодаре нефиг делать солнце упали. Ну, да, я сам из Краснодара, там, конечно, пекло, там, бывает 35 градусов и несколько месяцев и большая влажность. То есть, вот это точно как бы... Это, это, это нормально, да, просто здесь это конкретный случай, да, я, я вот сейчас средняя полоса, там, и просто мне опять же там заказчики с других регионов, они говорят о своих особенностях, о своих предпочтениях. А слушай, там проскочила, а ты можешь для участников сделать скидку? Ну, как бы, да. Приходите и под камеру вот сделаем игру на этом самом, как это, на 10 досках, только сделайте анализы от ковида и я вам все расскажу. Могу сделать школу молодого бойца и игра на 5 досках, там на 10. А, хорошо, Паша, я решу вам эти планировки. Давай дальше, просто нам нужно обязательно... Какие инженерные проекты обязательные при строительстве ИЖС? То есть, нужны ли они вообще перед началом, скажем так, строительства? Вот именно инженерные проекты? Я офигеваю. Павел, ну, я, я офигеваю от таких вопросов, ну, ну, что за вопрос? Нужно ли там делать отопление, удостоверение электроканализации? Как это вообще? Я сейчас пришню вопрос. Просто многие компании, ну, многие заказчики говорят, мне нужен полный комплект чертежей. То есть, он приходит в какую-то компанию и говорит, вот, мне нужен полный комплект чертежей, или наоборот, он приходит в компанию, и говорят, вам обязательно нужен полный комплект чертежей, без этого вообще невозможно ничего построить, но как мы знаем, что потом у нас приходит один подрядчик, говорит, а вот этот весь комплект чертежей, можете выкинуть нафиг, потому что у нас мы с этим не работаем, да, соответственно, приходит потом дизайнер и говорит, ой, а у вас здесь вообще все неправильно, радиатор мы и ставить не будем, будем здесь где делать опцию. Поэтому, Павел, ты совершенно прав, да, вот идеальный случай, там, вот в моем случае и с тобой, там, и с этим, я делаю эскизный проект, я даю профессиональную строительную фирму, лицензированную, да, понимаете, вот это вот, самый правильный подход, там, ну, да, я там буду сделать, там, сделаю весь комплект чертежей, но это будет просто, это дорого для заказчика будет. А строительная компания это сделает на автомате из своего опыта, там, и если придет дизайнер, сразу же мочите его прямо у порога, не запускайте его на наши дома, я потом вам расскажу об этом, сниму целый фильм, убивайте этих дебилов, не пускайте их на наши дома, в наших домах все продумано. Ну, вообще, я соглашусь, потому что мы уже не раз так делали, то есть архитектурные разделы разрабатывают с архитекторами, а дальше все идет именно в строительную компанию, в которой есть... Которые ты доверяешь, да, опять же, я не отдаю свой проект, там, абы кому, то есть у меня есть, или мы строим сами, потому что у нас авторская архитектура, у нас проектно-строительная фирма, мы делаем весь комплект чертежей, для себя, для себя, хотя нам, в принципе, это, ну, должно быть то, что мы должны все посчитать, там, деньги, там, Это дорогие объекты, мы строим, проектируем полностью под себя и сами строим, авторская архитектура. Вот дома эконом-класса, там, да, любая строительная профессиональная бригада это сделает. Конечно, трагедия этих 90-х годов, когда там дома строились без проекта, этими летучими бригадами, там электрик сделал, у нас там трагедия первого дома это называется, сделал электрику по всему поселку, сделал и уехал к себе там на историческую родину, там, в Украину или в Молдавию, вот, и по зимой там все вырубилось там, и переделывали всю электрику, там, да, вот, то есть, это вот не летучие бригады, там, не летучие электрики, там, или сантехники, должны быть профессиональные фирмы, лицензированные. Ну, видишь, здесь есть люди, которые, у которых нет просто финансовой возможности что-то делать, они в регионе, там ничего нет, и фирм даже нет во многих регионах. Нет, он, значит, просто, это колоссальная работа, чтобы там по астрофанному радио найти там этих рабочих, они есть, понимаете. Да, особенно ищутся ошибки там в архитектуре, вот, в этом все. Вот, какие, допустим, не знаю, слушайте, вот тут есть вопрос, какие наиболее типичные ошибки совершают заказчики для покупки участка. То есть, давайте, ну, все уже рассказывал. Да, этот вопрос отнесем туда, вот, на конец, потому что у нас будет Игорь Ивиченко, который присутствовал вчера, то есть, там больше... Ну, там больше не ошибки, у нас вот на той неделе пришел заказ, где, значит, там, в этой жаворонке, там участок, ну, такой формы, я даже не смогу его повторить. И к нему идет, там, дорога сначала шириной 3 метра, а потом до 2 метров. То есть, туда ничего завести нельзя, в принципе. Только каркасник можно там на плечах донести. Машина там туда не едет и не развернется. Это логистик сегодня рассказывал. Вот то, что Сергей об этом рассказывал, понимаете, но самое в любой, в любой участок можно оправдать, как говорил мой отец, чем хуже, тем лучше. То есть, можно из любого странного участка сделать... Как понять, архитектор плохой или хороший? Покажи мне его проект, я скажу сразу же. Ну... Не, ну, только деньгами, понимаете, только... Ну, вот, очень часто, как говорится... А деньгами что? То есть, если дорого берет, значит, хороший? Нет, нет, не в этом дело, понимаешь, там, значит, нам прислали проект, сделанный английской фирмой. Сделайте конструктив. Ну, я смотрю проект и понимаю, что вот, ну, вот, встретишь архитектора, убей его, убей. Говорю, вот, вы как вот искали? Тебе кто поставил дом? Англичане. А тебе кто? Американцы. Поймите, рукожопых архитекторов, что в Англии, что в Америке, такой же процент, как и в России. Посмотрите их сайт. Вот этот английский проект, это фирма, которая проектировала только офисы. Для них это вот дом площадью 3000 метров, такое было откровение и счастье. И так они его сделали. Они не знают, что в России бывает, снег выпадает. То, что наши заказчики ездят не на мини-купере. То есть, это, ну, это дебильнейшая планировка, там, лезть, ну, все криво-косо, ну, я как-нибудь выложу этот, этот проект. Я знаю, что у нас здесь гудвудовцы сидят, скажи им это в лицо. Не, ну, я, я безумно уважаю Александра, вот, там сейчас появились какие-то молодые ребята, вот, появились хорошие проекты, есть хорошие схемы, мы вместе, совместно работали. Вот, ну, вот, будет скоро фильм, там, мне принесли тоже гудвудовский проект. Вот. Расскажу. То есть, в принципе, опять же, я предлагал Александру, ты делаешь проект, да, присылай мне на экспертизу. Вот, то, что ты самый крутой, у тебя должны быть самые крутые проекты. Вот и все. Ну, это ладно. Ну, вот, я так, я считаю, это просто... А Мисс, есть какие-то вопросы? Ну, вопрос от меня, наверное, чисто вот, такой насущный, стандартный. А нужен ли в современном доме тамбур? В любом доме нужен тамбур. А у тебя его нет? Я делал тамбур, когда строил там в Иордании дворец. У тебя тоже? Вот. Потому что этот тамбур делается в Иордании, я делал, чтобы не поступал горячий воздух с улицы, там, под 40-45 градусов. Вот. А в России это... Хотите топить улицу? Да ради бога. Просто вот я, вот у меня в офисе был тамбур, ну, ты был у меня, Павел, да? Был небольшой тамбур. Открываешь одну дверь там и забегает холодный воздух, да? Сейчас я тамбур удлинил, чтобы можно было открыть, войти, закрыть и открыть вторую дверь. Ну, вот просто вот, ну, просто надо это делать, друзья мои. Есть какая-то ассоциация сертифицированных, там, лицензированных, архитекторов какая-то вообще? Есть организация? Может, у вас профессиональное сообщество какое-то есть? Не, ну, есть это... Люди пытаются найти себе какого-нибудь чудака на букву М. Понимаете, это лотерея, лотерея, это лотерея, поймите. Надо искать, просто не надо искать типовые проекты, опять же, ну, анализируйте, думайте сами, включайте мозг. Понимаете, посмотрите его объекты там, посмотрите сайт его, есть ли у него там премии, там, ну, просто это опыт, опыт, понимаете. Я бы, наверное, с своей стороны порекомендовал бы тем, у кого есть денежные, финансовые возможности, да, сделать несколько эскизных проектов, может быть, у разных архитекторов, вот, и, как бы, ну, пойти и спросить, что они о них думают, да, то есть, вот, сделать, например, проект у какого-то архитектора, прийти, например, коллегу Парлсона, Ну, и понять, что его архитектор, как бы, не очень хороший, да? Ну, ты сам знаешь, ну, что же, и мы с Олегом проектировали, и тут ругались, короче-то, полтора-два часа, мы с своих дома сколько проектировали, это, конечно, очень сложно и очень, на самом деле, печально, что это так вот все. Не, ну, вот вы, тем более, вы сами там давно в этом бизнесе, да, там, и то, там, ну, вот. Я, на что хотел обратить внимание, вот, точно так же, как у нас была позавчера лекция по поводу геологии, почему мы полезли там немножко в девять, почему эти молекулы полезли, эти связи молекулярные, для того, чтобы показать, что очень много экспериментов, и здесь, в архитектуре тоже очень много переменных, то есть, единственное, что, как мне кажется, нужно вынести отсюда, по поводу расположения участков, там, все понятно, по поводу зонирования тоже. Вот, что, наверное, даже самый фиговый архитектор спроектирует лучше, чем вы сядете дома на бумажке, ну, скорее всего, как мне кажется. По крайней мере, стул из-за стола хотя бы будет продвигаться нормально, они как делают веранды шириной два метра, и потом не знают, что с ними делать. Ну, и ставится там этот вот уголок такой вот из хрущобы, понимаете, там, у меня заказчица была там Фрида, которая говорит, ну, не надо мне архитектора, который живет в хрущобе. Я говорю, Фрида, извини у нас, мы все вышли из гуглевской шинели, что есть, то есть. Вот еще вопрос, вспомнил, тоже такой интересный. Обязательно ли при создании эскизного проекта, архитектурного проекта схема расположения мебели? Обязательно. Обязательно. Потому что приходит потом дизайнер, и все, где это... Значит так, Павел, мы, мы, я сказал уже это в начале, это планы, фасады, разрезы 3D, Bimax. У нас сразу же мы расставляем мебель, сразу же, шаг в сторону, расстрел. Только появляется на пороге дизайнер, гонить его нахрен. В наших домах ему делать нечего. Но я бы сказал, что есть такой специалист, который называется архитектор-дизайнер. Марина Бутусова. Ну это у вас она есть. То есть вам, по идее, нужно искать такого человека. С архитектурным образованием. Не выпускник там высшей двухмесячных курсов британской школы дизайна, блин. Вот это вот, это безобразие, вы понимаете? Дебилов полно, понимаете? Ну вот нельзя, у нас об этом будет снять, мы выложим скоро фильм. Слушай, а скажи, пожалуйста, многих интересует вопрос, минимальный размер спальни, не только какой тебе хочется, лично тебе, а вот объективно, вот минимум просто, сколько? Ну сколько, сколько? 4х4, там, ну 12 метров, 10. 4х4, это 16. Нет, это в осях, там, ну там 16, 12, 10 метров, там, ну вот. В 10, если мы залезем, что там, нормально будет нам поставить? Ну вот, дочь моего профессора, который учила меня архитектория, профессора, профессор Зубарева, у Ольги Телятниковой, там, у нее спальня была 8 метров, в сталинском доме. Зато потолки 3. Ну потолки 3, да, ну вот, тем менее, там все у нее разместилось, там все грамотно расставлено, понимаете, здесь вот, опять же, вот, вот, если вот нет денег, там, чтобы сделать, там, 10 метров, 12, понимаете, ну вот, ну чего там в этих, в этих наших башнях, там, там спальня, там, у подруги дочери, там, 10 метров, там. Я, в любом случае, в конце мы будем об этом разговаривать, я буду вас призывать не гнаться за лишним метражом, потому что почти у всех средства ограничены, и, как показывает опыт, стандартная какая-то семья, там, из 4-х человек, она свободно размещается, свободно, в 100-метровом доме. Слабузы, да. Ну вот, многие строят... А 150 шикарно. Да, 200, 300, там, денег не хватает, потом, я поэтому сейчас задаю вот эти вопросы, и потом я буду касаться вот этих ответов уже ближе, там, к концу, когда мы уже устроим такой круглый стол вместе с вами. Барин, есть что-то еще? Да, еще тоже вопрос такой, ну, тоже от меня, наверное, как бы для всех. Вот, совмещение, вот сейчас популярно, ну, моду, тенденцию, совмещение кухни, столовой, гостиной. И еще второй вопрос по санузлам тоже, совмещенные или раздельные? Я ни к чему не призываю, я просто говорю о том, что есть концепция разделения вот этой кухни-столовой, грязных зон от зон отдыха, есть совмещение. И если мы посмотрим на какие-то там, ну, дорогие дома, там вообще кухня, они отдельно, там готовят служанцы, да, как раз, там, кухня, повод, а нету всего, может, в столовую, да, в столовую и вся семья одета, и потом идет уже непосредственно в гостиную. Вот, как бы, такие две крайности, вот, что так можете это продемонтировать? Ну, вот, я сейчас эту схему рисовал, самую простую схему, ну, сейчас вот две схемы самых простых, там, да, вот, это вот дом, там, где у нас лестница здесь, да, и здесь у нас, я делал, вот, кухню делал вот так. Здесь холодильник, здесь пилястры, гнисущая стена здесь, здесь, да, вот, здесь вот вход, а, пардон, где тут я залез, вот здесь столовая. То есть, я всегда, вернее, мы всегда рисуем так, чтобы была возможность при желании эту кухню отсечь, то есть у нас тут дверь, в зуму готовки, вот так, чтобы эти створки можно было закрыть. То есть, изначально, опять, это вот в этом доме, который вот в два этажа, вот. Здесь летняя посадка. То есть, ну, вот так, да, вот так, все. То есть, вот я сейчас ее нарисовал, здесь окно, буквой П, здесь у нас за пилястрой холодильник, здесь мы входим на кухню и готовка, да, вся пошла там эти плиты, здесь мойка на фоне окна. То есть, вот это вот там в доме, там, 150 метров, в два этажа, опять же, да, здесь вот всегда есть возможность закрыть. То есть, я стараюсь всегда делать, я делаю часто совмещенное, ну, это все в едином пространстве, да, но всегда оставляю возможность закрыть эту кухню от гостиной. И здесь вот, да. Ну, слушай, на принципиальном-то уровне это как, все-таки добро или зло, вот, категорично, если... Понимаю, вот ты говорил то, что вот, то, что русскому хорошо, то немцу смерть и наоборот, да. То есть, вот эти, американский дом там, да, вот она готовит, это вот у них, то есть, это оттуда пошло кухня-гостиная, это вот здесь вот у нее оборудование, здесь это вот остров, здесь окно, здесь на диване лежит этот муж, там, смотрит бейсбол, там, или я сейчас... А она тут готовит, она видит мужа, что он там делает, там, она тут готовит, смотрит в окно, видит детей. То есть, это в едином пространстве. Вот такое тоже может быть. Ну, вот, я не люблю, когда вот делается вот такая кухня, вот, и в торце здесь, то есть, это вот гостиная так, и в торце тоже так делаем по просьбе... То есть, это заказчик задает этот образ жизни. Там у меня был проект для Казани «Татарская семья». Мама готовит нам этот эчпачмак, там, или что-то еще, там, из вкусной татарской еды, и она хочет видеть своих детей, которые здесь сидят и подает им на стол. То есть, это, опять же, конкретная мама, конкретная семья. Вот, а так, в принципе, ну, вот схема, которую я рисовал здесь, вот она, кухня. Вот она так. То есть, я могу ее закрыть всегда. Вот так. И изолировать ее. А так, конечно, там, хорошо, когда повар-китаец готовит еду в стокольном этаже, или француз, там, и на лифте поднимается все это на второй, на первый этаж, там, все, там... Это ты про дом 150 метров со вторым цветом, да? Да, 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 там, или повар-француз, итальянец, там, и это вот все это. Так, а что совмещенный санузел, вот, что ты думаешь вообще? Ну, совмещенный санузел, это, а что такое, это ты заходишь, открываешь дверь, там, сад уже, унитаз, сходил в туалет, раковина, майдадыры, помыл руки, душевая кабина. То есть, это для домов эконом-класса, это идеальная схема. И там, при входе, гостевой санузел, это горшок и умывальник. Подожди, ты говоришь, что для домов эконом-класса, а если не эконом-класса, вот в эконом-классе совмещенный, а не в эконом, что? Мы все равно делаем так. Все равно совмещенный? Ну, ну, от кого там, там, ну, я помню, мы делали эту самую квартиру на Кутузовском, это в 90-е годы, там этот санузел был площадью 20 метров, и этот плиточник наш сидит, блин, там вот это вот, кладет плитку, там, говорит, у меня, у меня вся квартира 20 метров. Я, знаете, что хотел сказать по поводу совмещенных? Делать вот эти вот клетушки в помещении, ну, это бред полный, ребят, ну, бред, бред. Вот совмещенный санузел, так никто не делает, у нас дети, нам нужно санузел раздельный, смысл в чем? Хорошо, давайте я скажу... Извините, детский санузел, там, у детей нет. Ну, давай вернемся к этой гигиене, да? То есть, говорят, я вот там хочу сидеть на горшке, а у меня хочет, например, там, дочка в этот момент краситься, либо еще чуть-чуть. Хорошо, вы со своего этого горшка встали, вышли с ними этими руками. У вас там дочка в закрытой двери, что вы будете делать? Не, ну, это какую-то... Давайте ситуацию развиваем. Это какую-то трешку, это не рассказываешь. Нет, это абсолютно нормальная ситуация, когда у тебя санузел, в котором есть рукомойник и есть унитаз. Да, 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 это так должно быть, да. А что там молчали-то? Санузел, горшок, майдады, ванная там, ну, я вспоминаю эту историю, когда там, сидя на унитазе, жена красится, это круто. Олег, кладовки в кухне, насколько нужны, часто ли их просят, часто ли используют? Их просят постоянно, вот, есть там такая, это самое, проекты Z500, какие-то вот эти вот говнопроекты, да, там везде, там есть кладовка при кухне, блин. Вот так не надо, как у них эти кладовки делать. Если вы делаете кладовку, делайте нормальный вход, полки с двух сторон, обязательно свет. А вот эти клетушки, которые там, ну, вот, это нужно делать, это хорошо, когда там можно сделать кладовую при кухне. А ты можешь нарисовать вот здесь где-нибудь, куда кладовку здесь можно было? Сюда-никуда. Что делать будем? Что, ну, извини, там это, ты сказал мне 100 метров, да, там еще тут, вот, 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 сделай там, я не знаю, там, вот это, усекать, усекать кухню там и сделать здесь вот двери. Ну, вот, ну, вот, я это тысячу раз это уже показывал, эти проекты, просто посмотрите, там, вот это вот, господи, бред какой. Да, 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 то есть вот там, вот, так, вот, значит, кухня, допустим, да, вот, вот, это другая схема, сейчас я нарисую ее вам, там, да, блин, это все уже из риса вам. А перевернули? Не, а там у меня чертежи, вот, это вот схема вот этого, то, что никто не может ее рисовать, там, да, вот, это вот, когда длинный дом, вот это вот, это так, да, когда участок у нас вот такой вот, это я вам сейчас третью схему рисую, вот, там, и север здесь, вот, это когда в торце у нас, это у нас, посмотрите, это черный дом на нашем канале, схема такая, что у нас там получилось, вот у нас, вот так, мы сделали это кухонное оборудование, вот так, да, там еще окна, там здесь, здесь вот у нас входная группа, вот в этом модуле, там 6, опять же здесь 4, 2, 4 схема, вот это вот диванная группа, здесь, здесь обеденный стол, здесь входим в гостиную, тут у нас уже пошла это вот, это еще вам одну схему рисую, посмотрите их, да, так, здесь у нас вот так, санузел для детей, две детские спальни, шкаф здесь, шкаф здесь, вот, это спальня родителей, спальня родителей, у которых, ну, вот, свой санузел, вот так, схема такая, то есть мы здесь сделали вот так вот, для этой схемы, открываем дверь и заносим продукты в кладовую вот так вот, и здесь тоже окно есть, да, и вот этот, можем пронести продукты сразу на кухню и здесь вот их складировать, но это должно быть приближать на окно и сделать так, чтобы там женщина могла присесть на корточке и не убиться в этом пространстве, там должно быть, вот. Сколько нужно, если, грубо говоря, у нас на, по одной, одна стена и на второй стене полки, вот, чтобы присесть женщине, сколько нужно от полки до стены? Тебе сейчас женщину нарисовать в разрезе или? Ну, ты же знаешь и так, сколько нужно. Ну, я не помню все наизусть, ты просто, ну, вот метров шесть-то, чтобы это было, ну, вот, там, два метра минимум, там, да, два метра по ширине хотя бы. Вот Марина Бутусова, она все помнит? Женщина, вот, без женщины, вот, ну, никак. Просто все у нас хотят потолки три метра почему-то? Не, ну, разве Бога, если есть такая возможность и есть, вот, там, есть вот такие вот, ну, вот, тоже не буду его называть, там, у него есть санузел, вот он, вот, ну, по этой же схеме сделан дом, у него санузел прямо в центре и тут вот высота санузла где-то 6 метров, вот такой вот он где-то. Вы знаете, я от себя скажу, у меня был раньше трейлер, в котором я там уже два года, он шириной 2,5 метра, то есть у него реально квадратных метров, наверное, 8. У него была высота потолка 2,20 и в нем было нормально. Я знаю, что если в Сталинке в 8-метровой комнате будут 3-метровые потолки, будь ерунда. Поэтому потолки, мне кажется, должны иметь какое-то отношение все-таки к рентгенитным размерам. Под порцией комнаты, да. Вот у нас, вот, к сожалению, мы не могли сделать выше, у нас 2,700 и никто там не стреляется из-за этого. Ты себя нормально в этом пространстве чувствуешь? Ну, вот и все, 2,700, конечно, лучше 3 метра. Белые, очень важно, вот посмотрите, я, например, подписан на ютубе на каналы американских и канадских риэлторов, потому что они выкладывают, как они снимают помещение перед продажей. Посмотрите, как делают отделку. То есть, когда нет возможности делать высокие потолки, все всегда белое. Вот здесь все белое в этом помещении. Потолки, стены, все белое, светлое. Смотрится нормально. У меня в доме коричневые балки сделаны на потолке, и сразу потолок занижается. Ну, вот, Павел, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да, вот, конечно, хочется иметь там потолки высокие, больше воздухи. У нас постройки под одной крышей с основной, или разные строения? Конкретно надо смотреть. Понимаете? Окей. Смотрите, друзья, сейчас получается, кто хочет уже куда-то пойти, нет проблем, потому что мы и так немножко засиделись. Что у нас сейчас на повестке дня? Сейчас Павел просто еще не знает, что ему на офисе будет еще потасоваться немного. Сейчас он об этом узнает. Но у меня скоро выгореть начнет. Здесь у Олега есть клиент, которому он делал проект, у которого была очень неудачная история. Олег, просто для тех, у кого есть время, вы можете еще с нами посидеть, Олег покажет и расскажет, что и как было. Как это происходит на самом деле? Как происходит прием в клинике доктор Хаус? Да. Поэтому оставайтесь, если есть возможность, проведем немного времени. Так. Заказчик Илья. Это под запись или нет? Под запись, под запись, да. Потому что это круто, понимаете? Вот все вопросы, вот я сейчас в этом все объясню. Сейчас буду пытаться здесь изменивать камеру, у нас уже трое. Уже хочется выпить кофе и закурить, а? Да. Или это нельзя курить в прямом эфире, да? Нет, мы же не в паблике, курить получается, наверное, можно. Никто не против, если Олег покурит. И выпьет, принеси вина, я не могу, я говорю, в город засоб. Ну все, понеслось. Фух. Ну все, это праздник, главное, хорошо. Да. Илья, вступительное слово. На, подождите, знаете что, Илья сидит далеко. Знаешь, что нужно сделать? А меня видно вполне. Видно-то видно, а не слышно. А у меня есть эта штучка. Да, только эта штучка подключена, а не сюда. Она подключена. Надо знаешь что, Олег, у тебя микрофон, на тебя нацепленный. Давайте я возьму, давай, вкратце, да. Да, получается, но ты не забудь себе нацепить. Так, у меня вот. Нет. А еще у тебя еще один есть. А, еще один. Ну давай, короче, слушай, смотри. Смотри, я микрофон этот самый. Так, меня слышно? А мы будем слушать, все нормально здесь. Я сейчас перецеплю тогда свой микрофон на Олега. Давай, да. Да. Ты, ты, а вы... Слушай, а вы сказали, что микрофон мой там не слышно. Все. Ладно. Слушай, вы за рулем, да? Ну я, это вот так. Сухой ли вы нужно, да? Да. Ну, не крепленный, да? Смотрите, друзья мои, у нас есть 20 минут, Олег. А мы сейчас все быстро и нарисуем за 20 минут. Это край. То есть, все, я говорю микрофону на Легате, что я здесь буду рядом переключать. Да. Да. Так, наступительное слово будет таковым. Вот тут много задавали вопросов по поводу того, как найти архитектора. Значит, вот мои поиски архитектора. Заняли два года. Ну, кстати, и не факт, что это последний вариант. Надеюсь, что последний. В итоге был вот этот проект, который Олег будет мне делать. Это будет четвертый проект. И в общей сложности я потратил на сегодняшний день порядка 700 тысяч на вот эти эксперименты. Вот и все. Вот увидел, значит, вот давно смотрю и являюсь подписчиком канала Сергея. Там увидел Олега, он там помелькал. Сигареты где-то там. Ну и, собственно, вот в итоге я здесь. Так, у вас участок, размер участка? 10 соток. 10 соток. Так, давайте посмотрим. Так, сейчас видно вот так, да? Давайте посмотрим. Сейчас вот ощущение, что здесь не 10 соток, а 6. Что здесь получилось? Ну, во-первых, очень хорошее, это вот называется ГПЗ, или как это называется, вот это вот. То есть здесь у вас сразу же очерчены границы, где может быть дом. Вот здесь что мы видим? Здесь две машины, две машины, еще, то есть 6 машин. На самом деле у вас две машины и третья какая-то. Это для гостевой парковки. Для гостевой парковки, окей. Это не накрыто. И там тем более есть этот самый въезд, он уже сделан. Здесь вот предыдущие, ну, архитекторы, они пошли интересным путем, они вот эту форму подчеркнули этим навесом для гаража. Но опять же здесь вот эти тысячи, они не пройдут. Уже не пройдут. Уже здесь должно быть 3 метра. Вот, это север у нас здесь. Вот это классика жанра. Смотрим. Вот, это у нас второй этаж. Пока отложу в сторону. Так, это вот у нас. Входим в дом. Хорошая прихожая 8 метров. Так, и отлично, на северную сторону у нас там постирочная. Отлично, на северную сторону санузел. Так, и спальня это пожилая тетя, да, которая... Родственник. Родственник, который будет жить здесь. Ей нужно уже уход. Вот, отличная гардеробная и холл с лестницей. 24 метра. Кладовая. Ну, кладовая, я не знаю, там, вот тот самый случай, это темная кладовая, нахрен никому такая не нужна. И там, вот эта вот тема, да, вот гостиная, тут все нормально. Раз, два, три. Вот это тот случай, когда мы видим вот это вот все красоты с дивана. Ну, еще здесь вот пять с половиной метров до телевизора. Здесь какая должна быть здесь плазма. Друзья, смотрите, кто-то пишет, сделайте, закрепите камеру Сергея. Вы можете выбрать любой из прямоугольников, щелкаете, вот вы видите, вот количество участников, он у вас обзорвается на полный экран, вы будете смотреть полный экран. Так, вот здесь гостиная, диванная группа, ну, видимо, это камин. Вот, и мы сидим спиной к окну, но зато смотрим телевизор. Ну, при таком расстоянии, там, телевизор должна быть какая-то нереального размера плазма. Вот это вот Илья, он фанат, то есть он прекрасно готовит сам, и вот эта вот вещь, да, вот эта вот крытая застекленная веранда. Вот, ну, вот видите, что получилось здесь, вот сама эта тема, то есть вот это такая получилась здесь щель, то, что мне не нравится, да. Ну, тут пошли такие казусы, вот, ну, то, что чисто вкусовщина, мне это не нравится, то есть вот это вот зажатое барбекю. Вот, то есть нет раскрытия, то есть очень много места занимает дом. Вот это вот, так, потом здесь у нас хозблок, там гараж, там лыжи, велосипеды, мотоциклы топочные и дизель-генераторные. Вот это вот то, от чего Илья отказывается, это вот комната для прислуги, которая здесь будет жить. А прислуги, которая тут будет жить, он сказал, что в их поселке хорошая инфраструктура, и от этого можно отказаться. Вот это вот мы сейчас были на первом этаже, вот, то есть плюсы то, что вот постирочная, санузел, там хорошая прихожая, гардеробная, отличная. Ну, и вот эта вот солнечная сторона, вот только этот фасад имеет там солнце, да, а остальное вот это север. А вот эта вся стена глухая. Вот, смотрим второй этаж. Второй этаж, то, о чем я говорил, спальня одна детская 18 метров, вторая спальня 15 метров. То есть здесь уже получается изначально социальные, то есть это будет нехорошо. Все, это будут проблемы у родителей, почему там вот и два шикарных окна, но это север. То есть дети, есть такая, архитекторы совсем уже закрыли солнце от детей, встретишь архитектора, убей его, убей. То есть вот это вот, за вот эту вещь вот просто надо убивать. То есть вот это солнце у детей не будет никогда. Вот, это ванное детское окно, но это отлично. То есть, ну, здесь, по крайней мере, все помещения светлые. Так, и здесь вот холл лестничный, это вот 20 метров. То есть вот это 20 метров, раз, вот, потом мы попадаем в блок родительский. Коридор 4 метра, раз. Вот, и еще один коридор. То есть вот, смотрите, здесь вот очень не по-хозяйски использована площадь. Ну, гардероб светлый, отлично, кабинет есть, санузел прекрасный. Вот. И опять же вот это вот то, что мы говорили, плоские крыши, громадная площадь, плоская крыша. То есть украв там площадь, застройка дома на первом этаже, то здесь вот компенсируется этой плоской кровлей. Ну, давайте попробуем мы все-таки не плоской кровлей спасти этот самый... Извините, это моя черта. Спасти, а все-таки первый этаж разрулить. Ну, в принципе, фасады интересные достаточно, но, опять же, сделаны немножко не так, как бы делали мы. Модный дом, собственно, опять же, я сказал, что стилистику этого дома выбрал он, и ребята, в принципе, все это неплохо сделали. Так, что мы делаем? Так, следите за руками. Вот у нас есть этот объем дома. я его пока не меняю. Это у нас получается 10 500, вот то, что мы говорили с тобой, хороший размер, да? 10 500 на 13 метров. То есть для дома такого класса это отлично. Вот. Вот так, делаем так. Находим центр. и это дом разворачиваем. Так, сейчас лестницу мы делаем, естественно, по центру. Вот так. И дом разворачиваем. Лестницу сразу же делаем на север. Далее. Вот у нас сейчас вот эта тема. Тема, то есть мы должны вот так. Я сохраняю эту идею с этой самой, с диагональю. Вот так. Переношу на 3 метра. Но делаю вот там, где это было указано. Вот так. Вот. То есть мы делаем эти 3 метра здесь. Вот. Сохраняем эту остроту. Тут интересная тема. Это прекрасно. Я думаю, что это все неплохо. Вот там эти дырдочки, это уже дело техники. Вот. Это под этот навес там встали 2 машины, а третья машина может заехать туда дальше. То есть это Илья это допускает. Вот. То, что мы обязательно должны сохранить, это вот опять же вот эта вот хоззона. Вот она. То есть вот это вот у нас условно навес, да? Гаража. Даже не условно. Вот это у нас будет вход в дом. Здесь, где был, там он и останется. Вот у нас входим в дом. Вот. А дальше все, как я рисовал только что. Ну вот, я бы там сделал кухню здесь, но Илья хочет, чтобы это было в одном объеме. Отлично. То есть мы делаем это вот так. То есть вот мы ставим вдоль стены тот же самый фронт мы сохраняем. Здесь мы ставим этот остров. Вот хозяйка стоит здесь готовит. Здесь у нас очаг. Сзади там вода или здесь рядом. Вот она стоит здесь и крутится. Нет необходимости туда-сюда бегать. Дальше это у нас обеденный стол. То есть я сохраняю тот же самый структуру, то что было у Ильи в доме. Но вот получается вот так. И вот это вот все, вот это нахрен мы вот это все убираем, вот эти все строения там, да. Ну вот котельная, вот она. То есть вот мы увеличили здесь площадь гаража, то есть площадь мастерской. То есть это топочная может быть здесь. Вот она. Там даже для такого небольшого дома такая громадная площадь не нужна. А вот это все у нас это уже будет уже участок. Вот видите, мы радикально увеличили площадь. Может быть здесь опять же летняя посадка под навесом. Там под навесом вот мы делаем это вот так. Вот. Ну или вот так, или вот так. То есть вот это вот под навесом. вот. Но это уже улица, это уже из кухни мы подаем вдоль этой стены. Мы делаем вот это вот все, что нужно там для барбекю, там хоть тандыр ставим, вода, это все рядом с теплым помещением и там можем занести там эти кастрюли, которые там технически вот сюда. Котел вот он. То есть вот мы то есть мы получили солнечную сторону, то есть у нас свет, вот у нас идет утреннее солнце, то есть у нас весь день здесь. Так, здесь же у нас получается да, Илья говорит, хорошо бы въехать на машине под навесом и войти в дом. Вот тут вот спокойно под площадкой мы входим в дом. Здесь мы делаем гардеробную, там, прачечную, там, ну вот здесь это уже мы нарисуем, когда немножко отдохнем, да, хорошее получилось прихожее, там вот где-то может быть здесь, вот так, это у нас пять минут, да, все, сейчас я ускоряюсь, вот это теща, так, вот это, нет, не теща, а тетка, вот это вот у нас у тетки будет свой санузел, она пожилая, там, да, чтобы она не ходила там по этому, все, все, что было рядом. Здесь делаем гостевой санузел, там, вот горшок, там, и умывальник, идем на этот, на зеркало, на майдадыр, здесь у нас четыре, два, четыре, то есть по два метра здесь хороший получился у нас санузел, вот, вторым светом мы можем это осветить через этот, через это окно, и вот тут, как хотел Илья, там будут вот эти вот угловые окна, все хорошо, и вот посмотрите, насколько у нас освободился участок под здесь уже было у нас восемь пятьсот, стало здесь сейчас одиннадцать метров, то есть вот этот, все-таки появилась земля, вот так, и второй этаж, второй этаж, ну, наверное, я нарисую тогда его здесь, или вам будет проще воспринимать это здесь, сейчас я, пять минут у нас осталось, да? У меня уже четыре. Хорошо, в общем. Выгонят, хорошо, короче, вот, так, так, рисую закрытыми глазами, лестница на второй этаж, вот она, так, здесь у нас лестничный холл, здесь у нас санузел, санузел детский, вот, здесь две детские спальни, большие, это у нас получается пять на четыре, по двадцать метров, ну, сейчас просто мы потом еще проработаем, вот это вот у нас спальня хозяйская, здесь кровать, здесь мы входим в гардеробную, то, о чем ты говорил, да? Входим в гардеробную и попадаем в санузел, шикарный санузел, то есть вот это на север, здесь детские у нас, это солнечная сторона, это солнечная сторона, здесь у нас кровать, это вот, и одна дверь в спальню, все, вот это вот буферная зона, там можно делать все, что угодно, никого не будет слышно, муж встал, пошел в туалет, побрился, оделся и пошел на работу, все, точка, вот, в принципе, все, все гениально, просто, так, друзья, я у Олега забираю микрофон, буду ли его говорить, в общем, на сегодня, наверное, практически все, Олегу громадное спасибо за сегодняшний день. А ты не пьешь? А я на машине, я домой. Растайся у меня. Нет. Собака будет скучать. В смысле, уже? Прошу прощения за то, что досидулось, но я предупреждал, что хотите, оставайтесь, не хотите, не оставайтесь. Увидимся, получается, послезавтра, да, послезавтра? ссылки на Олега Карлсона я оставлял три раза, много раз их там писали в чате, заходите на канал, воруйте все, что можете, Олег решил. Друзья, всех с праздником, не болейте, берегите себя, берегите свои деньги, думайте, как там, думайте сами, решите сами, иметь или не иметь. Вот и все, ну просто вот вас к этому призываю. Всего хорошего, до свидания. Да, здорово. Так, вот так. Так, да, вот так. Так. Так.